друзья всем привет ну вот наконец-то сложились у нас звезды как надо и мы отправляемся сегодня в очередной поход не очень большой но на пару дней планируем а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как правило у нас Их иногда даже в шутку зовут Шашлычный архипелаг Вот в этом году Мы на них ни разу не высаживались Вот такой парадокс Хотя обычный сезон Начинаем с похода На эти островки Субтитры создавал DimaTorzok Капец тут засыпают Просто скоро от залива вообще ничего не останется Одни новостройки будут Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот так отодвигают море от города Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Капец Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы зашли в гости в клуб Нева Не то что в гости Просто мне Надо на работу Заглянуть, проверить швартовку И вот для этого Мы сюда и пришли совместить Приятное с полезным Проверяем швартовку наших Плацредств И проверяем все ли в порядке На рабочем пароходе Ну вот проверили швартовку Все в порядке Отходим из клуба Нева Странные тут яхтсмены Очень Ну да ладно Ну и все Отправляемся в сторону фартов Ну вот и все Прямой путь теперь В море Все служебные дела завершили Начинается отдых Проверяем швартовку Вокруг бескрайняя Невская губа И направляемся мы Туда К Кронштадту Пока сменили вахту Производим осмотр двигателя Добавляем швартовку Продолжение следует... По центру идти, а тут такая ностальгия. Мы ходили этим маршрутом очень часто раньше, когда базировались в Кулубе Норд на Леонтьевском мысе. Травер с острова Верперлуда. На нашей старой лодочке мы его раньше посещали бывало, а с нынешней нашей осадкой туда не подойти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проходим судопропускное сооружение С-2. Здесь разводной мост, а там поднимающийся из-под воды затвор на гидроприводах. В случае наводнения вот здесь такой толщинный затвор вылезает и перекрывает всю воду. И вот мы вышли за дамбу в открытое море. Кстати, тут посвежее. Надо заметить. Не знаю, видно на видео или нет, но вода в заливе совершенно зеленая. И вот мы решили все-таки форт Татребен посетить. К нему и направляемся. У нас с этим фортом особое отношение. Это для меня лично первый форт, на котором довелось побывать в далеком 91-м году. А еще нас туда не пускал комендант форта Ткаченко Владимир Федорович. Жил там такой товарищ. И как мы с ним не пытались, общий язык найти не получалось. Поэтому как-то отбил он у нас охоту туда ходить. И сейчас мы впервые за много лет туда идем. Вообще, к деятельности коменданта Татребена я так отношусь достаточно с уважением. Относился, потому что сейчас у него прекратилась всяческая деятельность. Но, с другой стороны, какой-то контакт с ним наладить так и не получилось в свое время. И вот на подходе к форту Татребен. Тот значит смерть, Лебен значит жизнь. Вот такое вот у него интересное название. Хотя, на самом деле, назван он в честь Эдуарда Ивановича Татребена. Инженера-фортификатора, героя Севастопольской обороны. Героя осады Плевны. И вообще, очень известного такого в свое время фортификатора, много сделавшего для строительства и Кронштадтской, и Керченской, и Севастопольской крепостей. Вот в честь него назван этот форт. И вот мы подходим к этому легендарному, можно сказать, форту. Заход здесь тоже непростой. Вот там вот ряжи. Их нужно обходить. 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 вот так мы тут приширтовались отличная тут стенка глубина у самой стенки два с половиной а на входе все четыре и гавань чудесная замечательно и в отличие от обручева тут никто деревья не посрубал хватает тут зелени вот таким мы стали деревом и сейчас выдохнем после перехода попьем чаю и пойдем на экскурсию мы пойдем сходим на экскурсию прогуляемся по форту поднимаемся наверх на брустер форта начнем экскурсию отсюда вот здесь вот такое основание на котором когда-то располагалось орудие давайте посмотрим да какой-то довольно крупная тут было орудие из такого дворика она вела огонь врагу а вот это вот рядом характерная позиция зенитного орудия точно такие же есть на форте обручев то есть в годы великой отечественной войны здесь стояла зенитка а еще с брустера форта открывается великолепный вид на просторы залива на бескрайний залив на далекую линию горизонта вот такая панорама форта вот здесь вот закрытый вот таким ограждением закрытая шахта когда-то в ней располагался прожектор скрывающийся поднимался по этим направляющим светил в сторону противника а в случае обстрела прятался вниз вот здесь и сохранялись какие-то антенны радиосвязи только все это оберегалось но то оно тут более менее сохранилось а вот и флаг форта развивается потрепанный но не спущенный а вот здесь тоже когда-то стоял судя по всему прожектор и главное что вращается до сих пор что интересно даже кабель от него идет туда вниз вообще отдать должное товарищу ткаченко владимир федоровичу благодаря ему этот форт сохранился намного лучше чем обручев конечно тоже видно тут кое-где порезанный металл но в целом он ощутимо сохраняя вот такой вот дизель практически в сборе генератора нету генераторы на медяху раздербанили а дизель практически все у него трубок топливных нету так вот тут ТНВД такой без подкачивающего насоса пускач бензиновый в общем дизель практически готовый к работе давай вот здесь удивительно даже переплеты сохранились и стекла только побитые вот здесь вот владимир федорович и проживал вот ему тут тогда все побили поколотили кому-то тошно было а вот там вот мы видим славный город сестра резко до него отсюда четыре с половиной километра вот так вот интересно тут все такими ползущими растениями заросло это вот верхняя часть мачты ветрогенератора сама мачта вот она а это вот редуктор вот это когда-то был ветрогенератор через редуктор передавал вращение на генератор и обеспечивал форт каким-то небольшим количеством зеленой энергии может быть занести потом да о нифига тут дверь могучая бронированная дровишками пахнет а вот тут печка вот такие тут интерьеры вот здесь проживает вахта как ни странно вот здесь вот сохранились механизмы подачи боезапаса поднимаем стопор и механизм приводится в действие видимо одна померка поднимается вторая опускается вот такой тут старинный механизм не знаю благодаря кому все это слава богу работает по моему это вот как раз Владимир Федорович Ткаченко собирал из разных оставшихся деталей а если эту собачку перекинуть вот так на одном уроке оставим я думаю вот так на одном уроке оставим я думаю вот так на одном уроке вынимаем заветный болтик да вот здесь стопорный болтик такой положим его тут без него ручка вращается просто холостую вот такой вот механизм подачи снарядов так устроен мир так устроен мир вот здесь вот даже стекла практически сохранились на удивление и судя по всему в родных еще переплетах вот такой тут памятник здесь моряки и старый молот отец твой может быть или брат погибли защищая город их чтит и помнит Ленинград вот такой вот тут памятник защитникам вот и утро друзья чудесное утро на форте Тотлебин вот такой тут парадный вход с парадным такими надписями парадными даты постройки форта вот так вот вот здесь вот здесь все таким увита плющом как в лучших домах англии ничего себе тут огород какой подсолнухи это тыквы говоришь да тыквы тут такие чудеса мы где стоим у нас к нам тут дорогой гость из сестра резко пожаловал хорошо потом сделаю заходи посмотри наш корабль вот такая вот лодка мореходная вот такой же как сейчас да пока да наверно ну влево точно вправо и вправо тоже все нормально пока хорошо ну вот и покидаем мы гостеприимный форт татлебин будем двигаться в сторону санкт-петербурга уборка кранцев перед переходом и выходим из гавани вот так они живут в естественных условиях все покинули форт татлебин и направляемся в сторону города зеленые залив просто зеленый весь зацвел плывут седые облака в лазурь высоты я как мальчишка погружен в мечты мечты и изменяясь на лету уходят облака в мечту они плывут как сны точь-точь очень-очень-очень а а а а а а а а плывут седые паруса торжественно чисты я как мальчишка погружен мечты мечты и уменьшаясь на лету плывут кораблики в мечту не в сила ветра превозмочь Прочь, 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 прочь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...